Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков. И это видео является презентацией лучшей игровой клавиатуры 2019 года. Почему, собственно, эту клавиатуру я считаю лучшей игровой клавиатурой, я расскажу в этой презентации. Данная презентация будет состоять из нескольких частей. И, собственно, я в всех этих частях сделаю полный обзор и расскажу обо всем, обо всех плюсах, обо всей пользы и о том, насколько эта клавиатура эффективна и насколько сильно она влияет на вашу игру. И, собственно, также расскажу вам, почему я перестал считать другие клавиатуры игровыми. Сейчас считаю только вот такую клавиатуру по-настоящему игровой клавиатурой. Итак, буду сразу рассказывать и вам показывать. Начнем с маленькой коротенькой предыстории. Собственно, почему я решил сам создать, собственно, ручно такую клавиатуру. Вот, я ее создал сам и, собственно, по определенным обстоятельствам, которые у меня сложились. Клавиатуру я назвал Snake Battle Control. Вот, позже расскажу, в чем расшифровка данного названия. Вот, ну а начнем с того, что... Почему мне захотелось создать, собственно, игровую клавиатуру. Вот, все дело в том, что я играл в свою любимую игру Dota 2. И когда я играл на различных таких персонажей, как Invoker, Ember Spirit, или там Земеля, или Temple of Assasin. Ну, такие персонажи, где нужно прожимать очень много кнопочек. Особенно, если ты накупаешь различных предметов. То есть там ты прожимаешь очень много кнопочек и управляешь. И я заметил, что в обычных клавиатурах я промахивался и, собственно, мискликал, не нажимал ни туда, не успевал. И, в общем, было играть неудобно и играл плохо. И на самом деле это не потому, что я так плохо играю и не умею нажимать на кнопки, как часто люди называют, таких людей раками. Не умеют играть, руки кривые и так далее. Ну, есть такой сленг в игровой сфере. Вот на самом деле причина не в этом. А причина совсем в другом. И сейчас давайте я вам эту причину покажу. Собственно, и после этого у меня и созрело создать свою собственную игровую клавиатуру. Сейчас показываю, собственно, причину, почему все клавиатуры, которые мы используем, неважно, я уже пробовал и другие клавиатуры, механические, дорогие покупал. И все равно, они сильно на твою игру не влияют. Но вот то, что я создал сейчас, максимально сильно влияет на мою игру. Вот и так, поехали. В общем, ребят, мне пришло конкретное и точное понимание причины всех неудач в играх. Все очень просто. Дело не в том, что вы плохо играете и не умеете рукой управлять на клавише, суть именно в расположении клавиш, именно в раскладке. И основная причина в том, что эта раскладка не подходит для игр совершенно. Даже для набора текста она тоже не очень удобная. Я уже пробовал левой рукой играть, также пробовал и правой рукой играть. Я действительно научился играть правой рукой и играл вот на этой стороне, именно правой рукой. А мышкой стал управлять и левой рукой. Вот, я уже много чего перепробовал. Потом я пробовал покупать специальные, типа, как говорят в кавычках, игровые клавиатуры на механических, там, черри и других свечах и разные, да. Я тоже все пробовал, но по факту сильно от этого игра ваша лучше не становится. И суть в том, что вы плохо играете из-за того, что вы не можете быстро, максимально быстро нажимать на большое количество клавишей с максимальной точностью. Вот что происходит. Если мы ставим руку сюда, ну или правую, или левую, не важно какой рукой вы играете, вы максимум можете задействовать одну-две кнопки. И то они косо расположены. Когда я, допустим, ставлю палец вверх, он попадает между кнопок. Вот, ну и так далее. Нажать какую-то кнопку крайне неудобно. Там, Alt, нужно перемещать руку, потом двигать сюда, ты можешь промахнуться и так далее. То есть, суть в том, что все кнопки расположены под каким-то непонятным наклоном, и это максимально неудобно. И, собственно, это является причиной того, что вы плохо играете, что у вас не получается максимально эффективно играть и добиваться больших результатов в играх. Вот. После этого, собственно, мне пришло понимание, что нужно менять. И я уже об этом покажу в игровых клавиатурах. На самом деле, все кнопки должны быть следующие. Они должны быть расположены по траектории скручивания ваших пальцев. То есть, так как они у вас, естественно, скручиваются, по такой траектории должны быть и расположены на определенном расстоянии и так далее. Но об этом уже я расскажу в следующей клавиатуре. Дело в том, что вы не можете одним пальцем прожать очень много кнопок и не промахнуться в обычной клавиатуре. Вот. И это будет медленно. Вы будете двигать рукой. В этой же клавиатуре, которая называется Snake Battle Control, здесь все максимально эффективно расположены. Клавиши и кнопки. Просто, к примеру, это взять можно любую из этих четырех рядов, из четырех пальцев, даже и под пятой. Я покажу просто на указательном. Смотрите, вы просто можете одним пальцем управлять пятью кнопками с максимальной скоростью и не промахнуться. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, видите, очень просто. То же самое и со средним пальцем, и безымянным, и с мизинцем. С мизинцем там поменьше кнопок. То же самое и здесь. Вы можете большим пальцем управлять и большим количеством кнопок и не промахиваться. Я тут выделил классификацию кнопки с максимальной скоростью и точностью. То есть, это те кнопки, которые вы можете максимально быстро и точно нажимать без промахов. И классификацию кнопок, которые делаются с движением небольшим руки. Но об этом тоже все позже. В общем, я хотел вам рассказать причину всех бета и некачественной игры игрока, да, или какого-то киберспортсмена. Я даже когда наблюдал за киберспортсменами в игре в доте, они делают так. Они поворачивают клавиатуру боком и так далее. Потому что просто им неудобно играть. В результате чего я решил, что нужно создать собственную клавиатуру. И только такой вариант будет максимально эффективный. Ну а теперь, собственно, перейдем к презентации данной клавиатуры. И я уже буду рассказывать о ней. Причину, почему я это сделал, я объяснил. Просто потому, что на обычных клавиатурах с обычными раскладками играть неэффективно. И я их не считаю игровыми. Вы можете себе купить любую дорогую клавиатуру. Раскладка будет такой. Вы все равно будете не очень хорошо играть. Я сейчас играю уже некоторое время на такой клавиатуре. И мои результаты заметно сильно улучшились. Потому что я в одну секунду прожимаю больше клавиш, не перемещая рукой. И максимально эффективно отыгрываю. И так, ну а сейчас переходим к презентации полной об этой клавиатуре. В общем, ребят, после того, как я решил создать свою собственную клавиатуру, мне пришлось потратить очень много времени для того, чтобы определить, какими же характеристиками должна обладать настоящая игровая клавиатура, чтобы реально улучшать игру человека или киберспортсмена, да? Те, кто играет даже в спорте. Потому что если вы используете обычную клавиатуру, какими бы они дорогими ни были, сильно они вашу игру не улучшают. Они не максимально эффективны. Результатов от этого не изменяются. Поэтому я понял, что эти клавиатуры не игровые. И когда думал, какими же должна быть обладать настоящая игровая клавиатура характеристиками, пришлось провести очень много анализов, тестов и размышлений. И, собственно, я пришел к нескольким критериям и характеристикам реальной игровой клавиатуры. Есть основные характеристики, есть, собственно, которые косвенно вытекают из одно в другое. Вот так, сейчас начнем по порядку. Первая характеристика, она звучит следующим образом. Настоящая игровая клавиатура должна иметь максимальную скорость нажатия на клавишу за единицу времени. То есть, что это означает? Вы должны с максимальной скоростью нажимать на клавиши, допустим, за секунду, да? Максимальную скорость нажатия на клавишу за единицу времени. Что, смотрите, я имею под этим в виду? Если вы используете обычную клавиатуру, то вы можете нажать на одну-две клавиши. Если, допустим, какая-то другая клавиша, Alt или еще какая-нибудь, вам уже нужно делать движение рукой, чтобы нажать эту клавишу, а это потеря времени. Соответственно, при разработке своей клавиатуры я решил, что я сделаю такую раскладку, такое расположение клавиш, при котором нам не нужно будет тратить время на то, чтобы двигать рукой и нажать на какую-то клавишу. То есть, все клавиши будут расположены так удобно, так настолько позицию занимать, чтобы мы нажимали на любые необходимые нам клавиши и не двигать при этом рукой. Тем самым мы избавимся потери времени. Соответственно, наша скорость нажатия на клавиши будет намного выше. Следующая характеристика, которая, в принципе, похожа, и они связаны, это количество клавиш, которые вы успеете нажать в единицу времени, в ту же самую, допустим, за секунду. Сколько вы клавиш можете нажать? Я, допустим, тестировал, и у меня достаточно хорошие показатели насчет этого. И когда я пробовал на обычной клавиатуре нажать несколько клавиш, то я промахивался, нажимал не точно, и нажимал одну-две, максимум три клавиши. В этой же клавиатуре я могу нажать четыре клавиши за секунду, иногда даже получается пять, в зависимости от того, каким пальцем я это делаю. Итак, давайте сейчас я вам покажу то, о чем сейчас рассказал. Смотрим, ребят. Когда наши все переключатели и клавиатура созданы индивидуально по вашей руке, все переключатели расположены так, как необходимо, потому что у всех разная длина пальцев, разной длины суставов, вот здесь, вот здесь, разные траектории выпрямления пальцев, на скручивание, допустим, в мизинец и так далее. В общем, учитывалось все-все-все. И когда это все выставлено правильно, соответственно, от этого повышается ваша скорость нажатия на клавиши. То есть, допустим, я могу нажать три клавиши раз, быстро, да? Вот, одним пальцем четыре клавиши прожал. И так же то же самое и с другими клавишами, с другими рядами, да? Под средний палец, безымянный и под мизинец. Ну, под мизинец чуть меньше клавиш. Вот, в этом суть. То, что вы можете нажимать на множество клавиш, допустим, с максимальной скоростью, да? И не тем самым, не двигая куда-то в рукой, да? Не тянуться куда-то, как F1, F2. Вот, то есть, не нужно никаких совершать дополнительные движения. То есть, именно поэтому я назвал эту клавиатуру, да? Контроль, как управление. Боевой контроль, боевое управление. Вот, а само слово Snake, это я взял из своего ника в игре Дота 2. То есть, Snake Battle Control, это просто Snake название моего сайта. Это ник в игре в Доте 2. А боевой контроль, то, что я позиционирую данную клавиатуру как боевое оружие. Естественно, любое боевое оружие должно быть максимально эффективным. Соответственно, с этой позиционированием я и создавал такую клавиатуру, да? Вот, именно такое у меня было и дело. Создать ее максимально эффективной для сражения, для того, чтобы вы не просто играли для удовольствия, а то, что вы были максимально эффективными в игре и максимально быстро реагировали на различные ситуации и уничтожали своего врага. Вот, собственно, сразу видно и понятно, что если вы правильно расположите клавиши, да, индивидуально по вашей руке, то вы можете управлять одним пальцем множеством клавиш. Допустим, вот под указательный палец здесь 4, 5 кнопка, 5 кнопок. В обычной же клавиатуре мы не можем одним пальцем прожимать максимально быстро и точно на 4 кнопки или на 5 кнопок, да? Вот, тот же самый под средний палец и под безымянный. Итак, да, теперь давайте я вам расскажу об еще одной характеристике. Следующая характеристика, она тоже связана со скоростью, да? Но тут еще выпадает другой показатель, который очень важен и он решает в игре. И эта характеристика называется... Звучит следующим образом, точнее. Какое количество клавиш вы сможете нажать с максимальной точностью? Вот что очень важно, вот что решает в игре. С максимальной точностью, то есть, допустим, в обычной клавиатуре я могу нажать одну-две клавиши, там, да, ну, в обычных клавиатурах, не в это. И максимально точно, там, где же стоит пальчик. Если, допустим, нажать какую-то другую клавишу, которая далеко находится, то есть вероятность, что я промахнусь, потому что я совершаю движение, потому что в обычных клавиатурях кнопки косо расположены, да? Вот. В этой же клавиатуре вы можете нажать на четыре клавиши с максимальной точностью, и вы не промахнетесь даже на пять клавиш, да? Вот. И так далее, да? То есть, вот что важно. Вы можете нажимать на большое количество клавиш с максимальной точностью. И смотрите, что получается. У нас под указательный палец, есть, так сказать, четыре клавиши, которые вы можете прожимать с максимальной точностью и скоростью. Да, почему четыре, хотя здесь пять? Так как я выделил еще классы клавиш. Есть класс клавиш, который прожимается с максимальной скоростью и точностью, это первая степень. Есть второй класс клавиш, который нажимается с меньшей скоростью, вторая степень, да? Почему я так их разделил, классы клавиш? Все очень просто. Если вы вот эти клавиши нажимаете без движения руки, то вот эту дальнюю кнопочку, надо уже подтянуться пальчиком, нажать, это уже второй класс. Вот эти, соответственно, есть кнопки, которые нажимаются без движения руки, только движением пальца. Вот. Это первый класс клавиш. Тут идет максимальная скорость и точность. А здесь уже второй класс клавиш, дальняя кнопка, надо уже тянуться. Вот. Таким образом, я еще классифицировал наши переключатели, которые относятся к первому классу и ко второму. Но самое главное, что вы теперь понимаете, что теперь у вас, если вы используете настоящую игровую клавиатуру, как эта, да, то у вас будет под один палец, под каждый палец, указательный, средний, безымянный и мизинец по четыре кнопки, которые вы можете максимально быстро, точно нажимать с максимальной скоростью, точностью. И за одну секунду вы поможете прожимать очень много кнопочек, да. Ну, вот, то же самое здесь. Одним пальцем. Вот. И так далее. То же самое здесь, да. Вот. Вот к чему я пришел. Вот на такие характеристики я опирался, чтобы создать настоящую игровую клавиатуру. Далее, теперь смотрим дополнительные характеристики, которые из этого вытекают. Собственно, я уже это озвучил, но еще раз повторюсь. Следующая характеристика, которая из этого всего вытекает, это количество клавиш, которые вы можете управлять одним пальцем. Но я уже это показал, поэтому сильно рассказывать об этом не буду, да, с максимальной скоростью и точностью. И тут я сказал, что есть и первый класс клавиш, и есть второй класс клавиш. Сейчас вы перед собой увидите картинку, где будет сделан снимок этой клавиатуры, и где будет показан одним цветом первый класс клавиш. Это значит, что данные клавиши нажимаются с максимальной скоростью, без движения руки, только движением пальца, и эти клавиши нажимаются также с максимальной точностью. То есть, первый класс клавиш, это клавиши, которые вы нажимаете только движением пальца с максимальной скоростью и точностью. То есть, вы не промахиваетесь ни в коем случае. Второй класс клавиш, который тоже будет выделен на данном снимке клавиатурой, это вы их прожимаете уже с небольшим движением кисти, да. Ну и, собственно, третий класс клавиш, это будут просто все остальные клавиши, где нам уже нужно совершить большое движение, чтобы напряжать эту кнопку, да. Вот. Вот, собственно, вы это можете увидеть и уже сразу осознать, насколько много клавиш, и вы можете прожимать, да, всех этих переключателей чисто своими пальцами. Допустим, в обычной клавиатуре я управлял там 8-10 кнопками, да, допустим, по 2 кнопки на каждый палец, вот, ну, быстро и точно. Тут же, если мы посчитаем, да, 4 на 4 это 16, 16 кнопок, да, это 4-4 пальца, да, плюс еще пятый палец, это 3 кнопки, допустим, еще раз, с максимальной скоростью и точностью. Это получается почти 20 переключателей. 20-ю клавишами вы можете управлять с максимальной скоростью и точностью. Вот, что влияет на игру. Итак, дальше что пошло? Дальше пошло то, что, естественно, когда я ее создал, данную клавиатуру, я начал, собственно, играть. Естественно, было чуть-чуть непривычно. Непривычно было именно в раскладке, в расположении руки, да, и так далее. Сначала. Но потом у меня стало быстро расти рейтинг, да. Стал расти рейтинг в Доте 2, и меня это, конечно, стало радовать, да. То есть, когда я сел и начал играть, и сразу череда побед, то, что я максимально быстро начал управлять такими игроками, как инвокер, ну, и другими игроками, где нужно прожимать очень много скиллов, и ты просто раньше, я это не успевал, да. Сейчас я это делаю быстро, пальчиками все это прожимаю, и все отлично, да, и никуда рука не двигается, не дергается, не промахиваясь, все точно и быстро. Вот. Ну, и теперь давайте поговорим о таких просто других параметрах данной клавиатуры, да, которые тоже важны, ну, у которых еще есть что совершенствовать.